Приветствуем на Geesit.com. Эффектный корпус Cooler Master Master Box Lite 5 обойдется покупателю всего в 50 долларов. Что же он может предложить за эти деньги? Об этом и многом другом мы расскажем далее. На картонной коробке имеется минимум информации об изделии. Вполне логично, ведь все необходимое можно почерпнуть из официального сайта производителя. Комплектация включает в себя набор винтов и стоек для установки материнской платы, винты для фиксации блока питания и накопителей, безвинтовые крепления для вентилятора, одноразовые стяжки и сменные пластиковые элементы черного и белого цвета. Последние позволяют заменить красные вставки передней панели, установленные изначально. Более того, с помощью 3D принтера вы всегда можете распечатать элементы любого другого цвета. Фронтальная панель корпуса будет побуждать владельца установить его на самом видном месте. Новинка смотрится очень эффектно и выглядит более дорогой, чем является на самом деле. Сочетание красного и черного радует глаз, но вы всегда можете использовать комплектные сменные элементы. Фирменный логотип производителя, к тому же далеко не без известного, выглядит как вишенка на торте. Без него было бы отнюдь не то. Внешние отсеки полностью отсутствуют, вставка явно делалась на дизайн. В угоду ему же пострадала и практичность с точки зрения вентиляции. Воздух внутрь попадает только через сеточку в нижней части панели и небольшие отверстия в верхнем. Темная зеркальная поверхность хоть и выглядит изящно, но все же требует дополнительного ухода. Она является полупрозрачной и дальше мы покажем, как использовать данную особенность для придания корпусу особой индивидуальности. Интерфейсы расположились под углом между передней и верхней стенками, то есть на самом удобном месте, в окружении практичного пластика с матовой фактурой. На месте пара USB 3.0, два аудиоразъема, кнопки включения и перезагрузки, а также два белых индикатора умеренной яркости. Выглядит опять же красиво и дорого. А вот грядущее скопление пыли в ямках перед ними неизбежно, так что запаситесь ватными палочками или другим подходящим инвентарем. Вверху тыльной части предустановлена 120-мм вертушка, имеется возможность несколько изменять высоту ее расположения. Аббревиатура RFL в маркировке может указывать на применение улучшенного подшипника скольжения с нарезкой. Ниже находятся 7 слотов расширения с многоразовыми перфорированными заглушками, которые отлично продуваются. Место для установки источника питания выполнено в виде съемной рамки, крепящейся с помощью пары винтов с накатанными головками. Низ новинки может похвастать наличием продолговатых ножек высотой 32 мм, которые гармонично вписываются в дизайн и обеспечивают приток прохладного воздуха для источника. Дополнительные резинки защищают поверхность, на которой будет размещен системник, а место установки блока питания снабжено съемным пылевым фильтром. Верхняя панель не столь интересная, полка для книг и гаджетов не более. Покрытие здесь матовое, однако оно все же плохо противостоит отпечаткам пальцев, хотя удалять их несложно. Правая боковина представлена стальным листом толщиной 0,72 мм. На месте ребра жесткости и выемка для удобного снятия привычным сдвигом к тыльной части. Левая панель это немножко затемненное акриловое окно с легким бирюзовым оттенком и резиновыми прокладками по периметру. Обе они крепятся фигурными винтами, правда отличается их количество, размер головок и места вкручивания. Когда-то привычная стойка для накопителей уже почти вышла в небытие. Взамен производители предлагают пользователю не ограничивать себя в выборе видеокарт и других комплектующих. Фронтальная панель – место для крепления трех 120 или пары 140 мм вертушек. Сюда же можно поместить радиатор СВО длиной до 360 мм, для чего имеется соответствующий вырез в тоннеле. Для носителя информации в общей сложности есть три посадочных места. Первое – в правой части поддона на уровне процессора. Съемный кронштейн крепится с помощью одного винта с фигурной головкой. В свою очередь к нему винтами фиксируется 2,5-дюймовый накопитель. Еще два места предусмотрены в тоннеле, где размещена несъемная корзина с парой лотков. Их боковые стенки можно раздвинуть и сдвинуть обратно. Именно с помощью такой процедуры здесь без винтов и скотча фиксируется 3,5-дюймовый жесткий диск. А комплектными винтами сюда можно прикрутить и 2,5-дюймовые накопители, правда в таком же количестве – по одному на лоток. Корзина для жестких дисков несколько ограничивает габариты источника питания, поэтому производитель советует устанавливать модели длиной до 180 мм. Использование рамки для крепления позволит без особых трудностей выполнить подключение проводов и уже после этого зафиксировать устройство в корпусе. Приятно отметить наличие четырех антивибрационных прокладок в месте фиксации блока питания. К сожалению, их крепление несколько не продумано, и при демонтаже они могут покинуть корпус вместе с самим источником. Множество свободного пространства заметно упрощает процесс сборки, а наличие места за поддоном позволит спрятать кабели подальше от глаз. На месте качественная подгонка деталей, отсутствие зазоров, заостренных краев и каких-либо вибраций во время работы. Установленная акриловая боковина немножко затеняет внутреннюю начинку, однако светлые компоненты остаются отчетливо видны. Ну а подсвечиваемые тем более. Как раз то, что нужно любителям моддинга. Видеокарта длиной 309 мм запросто помещается внутри. Согласно нашим измерениям, максимальная длина совместимых видеоадаптеров может достигать 390 мм. Если же вы решитесь установить радиатор СВО у передней панели, тогда данный показатель уменьшится до все еще немалых 338 мм. Высота процессорного кулера ограничена отметкой 167 мм, то есть сюда поместится абсолютное большинство моделей. Замена охладителя также пройдет без проблем, благодаря вырезу на поддоне. Чтобы в полной мере оценить внешний вид новинки при наличии внутренней подсветки, на фронтальную панель были установлены 3 вертушки из набора Cooler Master в Master Fan Pro 120, в который также входит контроллер для изменения параметров свечения. Комплектная утилита позволяет выбрать следующие режимы подсветки. Static – все вентиляторы постоянно светятся одними свыше 16 миллионов оттенков. Customize – цвет свечения выбирается для каждой вертушки по отдельности. Stars – вертушки мигают выбранным цветом, как звезды. Color Cycle – постоянное изменение цвета всех вертушек. Breezing – дыхание. Свечение то равномерно увеличивается до максимума, то уменьшается до минимума. Mild T-Layer – позволяет задать режим для каждой вертушки по отдельности. Turn Off – полное отключение подсветки. И наконец Mirage. Здесь вы можете задать частоту свечения для всех вертушек одновременно, или для двух групп вентиляторов по отдельности. Благодаря этому можно добиться очень красивых эффектов, вплоть до иллюзии вращения в обратном направлении. Конечно, видео лишь отчасти передает всю прелесть картины, полученной после установки трех светящихся вертушек. Вы получаете возможность как угодно настраивать свечение, сочетая его со сменными элементами передней панели, что отлично подойдет для пользователей, любящих разнообразие. Тем более, что здесь оно будет достигаться без замены корпуса, а лишь переустановкой пары деталей и несколькими кликами в комплектном ПО. Корпус мы тестировали с предустановленной 120-мм вертушкой на тыльной панели. Один корпусный вентилятор – это, пожалуй, необходимый минимум для ПК с мощной видеокартой. Приятно отметить, что здесь он уже имеется изначально, в то время как сравниваемые корпуса Винга оборудовались парой дополнительных пропеллеров, которые покупателю придется приобрести отдельно. Итак, комплектной вертушки вполне хватает, чтобы мощная игровая сборка чувствовала себя внутри корпуса достаточно комфортно. Однако результаты все же не рекордные. Сказывается слабая продуваемость фронтальной панели и полное отсутствие на ней вентиляторов, как и перфорации на верхней панели и левой боковине. В случае с корпусом Cooler Master Master Box Lite 5, даже не глядя на эмблему, можно сказать, что перед нами хорошо продуманный продукт от опытного производителя. Новинка явно выглядит дороже своих 50 долларов. Внимание привлекает красивейшая передняя панель, за которую так и просятся вертушки с LED-подсветкой, желательно с возможностью выбора цвета свечения. Так вы сможете регулярно изменять внешний вид системника, не тратя при этом ни копейки. Настоящая находка для любителей разнообразия. Другие компоненты желательно также выбирать с подсветкой, ведь прозрачной является и левая боковина. Благодаря современной компоновке здесь поместятся самые длинные видеокарты и абсолютное большинство процессорных кулеров. Возможности охлаждения представлены посадочными местами на передней и тыльной панелях, хотя множеством перфораций корпус не балует. Любителям емких дисковых массивов новинка может и не подойти, из-за возможности установки максимум трех накопителей. В итоге протестированный корпус является недорогим решением, способным приютить современную игровую или рабочую систему, а также запомнится эффектным внешним видом, особенно если комплектующие с подсветкой. Так что обязателен для рассмотрения в качестве кандидата на покупку. А насколько важен дизайн корпуса для вас? Ждем ответа в комментариях. Ну и конечно же лайк за старание. Мы уже готовим для вас новые обзоры, поэтому не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. До новых видео!